50 лет жизни Баграт Исменов Сандухазы служит любимому делу – селекции, выведению элитных сортов озимой пшеницы. Скромная выставка ФАЭРа одного научно-исследовательского института сельского хозяйства «Немчиновка». Звучат названия уже прославленных сортов – Московская 39, Немчиновская 24, 36, 40 и новый сорт – Немчиновская 17 – в расписном сарафанчике. Говорят, сорт неприхотливый и пользуется большим спросом. В кабинете Баграта Исменовича висит портрет академика Вавилова. Это он мечтал вывести сорт пшеницы, устойчивый к морозам, к засухе, к болезням и к полиганию. Завещание учителя ученой лаборатории Сандухазы выполнили успешно. Здесь созданы сорта нового морфотипа с потенциалом продуктивности выше 10 тонн с гектара. Страна может получать прибыль, считает академик, от продажи зерна не меньшую, чем от продажи газа и нефти. 15-17% пелка, 35% пельковина. Мы за эти 40 лет, что я здесь работаю по озимой пшенице, 40 центров плюс прибавку дают современные сорта. А если таким подъемом идти дальше, что будет через 50? Мы уже будем иметь 150-170. Даже сейчас уже английские ученые, молодые селекционеры создали программу 20 на 20. В 2020 году имеют с гектара 200 центров зерна азимов пшеницы. О таких зернышках золотистых, литых только мечтают в Японии. А кое-где Россию еще до сих пор представляют нищей, отсталой страной. Вот недавно у нас посетились селекционеры из Чили, узнали, что у нас такие сорта. Вот мы ходили по полям, они были удивлены, потому что Россия вроде такая отсталая страна. И когда они приехали сюда, к градусу 35 шара, и смотрят сорта, я их там не обрабатывал, ничего, этими препаратами против жавчины. Они зеленые стоят, колос зеленый, листья зеленые. Они так радовались. Дайте хотя бы, давайте заключать договор. Букет колосьев Московской 39. С этого сорта и началась слава ученого Сандухаза. Первый сорт, который принес славу нашей зоне и не нашей зоне, и вообще России. Оно сейчас районировано уже в Канаде, районировано в Турции, районировано тоже в других странах. В 2014 году Сандухаза планировал получить рекордный урожай, но мешалась погода. В сентябре не сумели посеяться. Проливные дожди и холод. Председатели союза селекционеров России Сандухаза спрашивали коллеги постоянно, сеять или не сеять. На 25% российских полей возделываются семена немчиновской селекции. В Воронеже, Тамбове, особенно сейчас Московской области, вот одно хозяйство, 7 тысяч гектаров посеял, по моей рекомендации. И они сейчас так рады, люди едут туда, а соседи сейчас, которые не сеял, потравленные семена лежат в складе, потравленные семена, да, поля роды готовы. И они не сеют. А они очень переживают, почему они не послушали вот рекомендации старейшего там. Патриархи. А почему? И вот ничего уже не сделаешь. Надо ждать год. А год это тоже немало времени для сельского хозяйства. Вот. Поэтому надо науке прислушиваться. Конечно, мы идем риск, но в сельском хозяйстве России 70% посевов, 75% – это рискованного замеделья. В ноябрьском номере журнала «Поле августа» есть статья «Немчиновский прорыв». Это точное определение высоты, взятой учеными, вопреки природным катаклизмам. Галина Поликарпова, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!